Я и Олежа встретили, вон на этом такси. Да, я уже подъезжаю, да, подвижной состав готов, вот, как бы, панель приборов электровоза, здесь вот Windows, но он уже потух, куча-куча всяких кнопочек, вообще неимоверное количество, комфортабельно очень, педаль газа, да, это что, педаль газа? Кто? Песок. Песок, это, короче, чтобы стартовать конкретно, нажал фау, с пробуксовками пошла техника. Так, газулька, да, я так понимаю? Тормоза. Это тормоза? Я все перепутал. Это будет, значит, состав полностью, свободно вместе будет. А что тут уже есть? Во! И самое интересное, комфортабельные автомобили, ну как же без винды? Правда, экспичная, да, стоит? Своя, MBBD. Такая интересная. Ну вот это. Ну, в принципе, то же самое, только сделано именно для этой техники. Яшенька. Все дела. Электронная доска приборов. Вот еще одна мобила. Последнее достижение. Что это такое? Заграничная. Заграничная, да? А что она делает? А вот на территории других республик уже нужно пользоваться только GSM радиостанцией. То есть здесь уже сим-карта есть. А, то есть это радиостанция. Чистый звук. Да, чистый звук. Ну вот так вот выглядит салон автомобиля. Что самое интересное, это очень быстрый тепловоз. Скорость его 240 км в час, но это, говорит, не предел. Наш бешеный машинист разгонял его до 320, но, говорит, на поворотах очень плохо заходит в повороты. Подвеска очень нестабильная, но 320 держит, говорит. Ключ зажигания здесь очень оригинальный. Не потеряешь точно. Ну и здесь еще есть ручной тормоз. Это самое интересное, потому что до ручного тормоза надо пройти какое-то расстояние. Тут есть еще и тормозные башмаки. А, это вот ручной тормоз, да? Нет, это тормозные башмаки. Ими тоже можно останавливаться. Это тормозные башмаки. Ими можно тоже при случае выкинуть из окошка и притормозить. А вот и ручной тормоз. Сколько у него оборотов надо крутить? 18. 18? Нормально. Поставил на ручной тормоз. Можешь уже сразу снимать, потому что уже пора домой. Нормально. Время не займет. У тебя полтора часа поставить, полтора часа отпустить. Ну, а если без смеха здесь все продумано, здесь продумано все до мелочей. Есть даже вот такой гаджет, как... Штурка. Оно не работает? А, колхозы где-то лежат. Во! Опа! Все. Нормально. Все, панорама видна. Вот, как видите, мы приехали на парковочку. Вы знаете, что мне понравилось в электровозе? Это, наверное, самая удобная техника, на которой просто нет проблем с парковкой. Здесь можно двигаться только вперед и назад. То есть разворачиваться здесь абсолютно не надо. Он совстанет, куда тебе надо. Все продумано. За тебя все продумали. Доехал. Остановился. Поставил на ручной тормоз. И все, в принципе-то. Ну, ага. Сейчас мы пройдем в сердце этого монстра. А именно в его моторный... Как это сказать? Моторный отсек. Его вполне можно назвать помещением, если не зданием. Потому что двигатель здесь занимает очень много места. Ну, так как передача у нас для автомалеров, как бы и целью-то этой поездки было заснять вот эту вещь. Эту вещь все спрашивают. Олег, ну какой же взять на пескоструй компрессор? А все очень просто. Если у вас есть знакомый в локомотивном депо, то можно примутить вот такой компрессор. Шикарный компрессор. Шесть цилиндров. Ну, единственное, что, конечно, движок у него большой. Движок у него не очень удобный. Но зато вентилятор у него огромный. И система охлаждения тоже, конечно, здесь замучена здорово. А вот это вот генератор. Такой вот большой и мощный генератор. Я даже не могу отойти, чтобы его заснять. Ну, вся вот эта вот приблуда, это и есть генератор. Но самое, самое, что меня прикололо, если вы хотите замутить обалденную машину, отгадайте, что вот это такое. А это турбина. По сути, по сути, эта техника гибрид. Почему? Потому что у нее есть двигатель. У нее есть огромнейший двигатель. 16 аж цилиндров. 16 котлов. Вы представьте только эту цифру, да? Ну, и длину двигателя можно оценить, конечно. Но двигатель здесь нужен для того, только чтобы вращать генератор, в принципе, который вырабатывает ток на электродвигатели, которые приводят в движение колеса. И поезд. Настоящая, брутальная штука. Для настоящих пацанов. Такого размера турбина, это просто обалдеть. Ну, все это объясняется тем, что тому монстру, у которого 16 горшков, нужно очень много воздуха. Потому что... Потому что ему надо чем-то дышать. Прокачивать столько горшков. Правильно? Система вообще здесь битурбо получается. Потому что вот это вот. Ну, это основная турбина. То есть она идет для двигателя. А тот уже дорабатывает. Ну, еще раз покажу. Вот так вот выглядит этот монстр. Просто обалденная машина. Ну, можно понять по размерам. По размерам самого помещения, насколько внушительная эта техника. Если здесь спокойно, в моторном отсеке, можно заблудиться. И здесь всякая приблуда, электрификация, автоматика. Ну, и здесь даже можно жить. Все для цивилизации. Здесь имеется. Имеется даже холодильник. Я уже не говорю о туалете и душевой кабинке. Вот тут вот даже такая интересная клима стоит. Очень серьезная климат-контроль, так сказать. Ну, а мы вернемся к компьютеру. Ну, объясню нам, что тут показывает вообще. Тут столько датчиков, что я пойму. Так, ну, вот у нас основные кадры. Значит, здесь давление масла, вода, температура масла, ток заряда АБ, давление топлива, напряжение выпрямительной установки. То есть, ну, все параметры контролируется. Можем зайти также в движение. Параметры дизеля вот самые интересные. То есть, вот, на рисунке все выведено уже. Короче, как на ОБД, да? Да, да, да. Как же крыль. Нормально. Можно посмотреть температуру цилиндров. Каждого, да? Угу. А что они по-разному так? А тут ряд отключается в движение. Для экономии топлива. На холостом там, то есть, до второй-третьей. Ну, правильно, себе что-то надо слить. Да, да, да. Тебе за той область. Ну, давай. Масляная система. Отлично. Тоже можно экономить, да? Да, топливо. Отлично. Посмотрим топливо. В гараже же надо чем-то топиться, правильно? Да, да, да. Нормально, хорошо. Так, что еще у нас тут показывают? Ну, это режимы диагностики. Можно тоже залезть. Нормально. Полностью просмотреть этого зверя. Система охлаждения. Отлично. Кунторная. Жалюзи вверх-вниз. Нормально. Ошибки не удаляет? Не, не, это уже... Ну, обалденная техника. Мультики можно рассмотреть и дне. Да, да, да. Да? Было. Что, в натуре, что ли? В натуре. Только потом не едет. А, ну понятно. Нормально. А система привода здесь очень интересная. Она, можно сказать, наикрутейшая. Это система 12 на 12, то бишь 6 мостов с очень жестким дифференциалом, который не отключается. Ну, в принципе-то по желанию ты можешь отключить мосты. То есть передний, задний, колесную пару. Так вот будет, наверное, правильней. Короче, техника. Зашибись. Понравилась мне тут подвеска. Хоть такой вот стук-тук-тук-тук, но зато очень мягко, очень плавно идет. Немало важно, что току здесь дофига! Можно чайник поставить, можно что хочешь. Можно электроплиту примутить. Любые вещи. Можешь телефон даже подзарядить. Все дела. Вот еще одна техника едет. Ну и, конечно же, здесь все. Все абсолютно продумано. Если вам вдруг стало плохо, вот есть аптечка. Ну, палец порезали или что-то там. И огнетушитель. Обязательно, обязательно огнетушитель. То есть, что здесь еще есть? Ага, здесь есть еще интересный предмет. А это... Для не очень смелых машинистов. Если вы едете навстречу тепловозу, и вы вдруг понимаете, что вы на встречной полосе, да, свернуть здесь невозможно. Руля здесь нет. И если тормозить уже никак, здесь есть катапульта. Ну, катапульта здесь такая ручная. То есть, достаешь, там лестница. Лестницу крепишь вот там. Петли должны быть. Не знаю, они есть или нет. Открываешь окошко и... И был таков. Поезд на произвол судьбы. Но машинист спасен. Ну, не знаю. Успеет ли кто развернуть лестницу? Скорее всего, прыгают просто так. Потому что пока ты ее там достанешь, пока ты ее повесишь, скорость приближения, особенно встречных поездов, очень небольшая. Самое интересное, это очень мощный пескоструй. Очень мощный. 132 мм кубических емкость. Это около тонны, короче, тут всего песка. Зашиби штука. И, короче, пескоструй подсыпает под колеса. И, как я и сказал, приводится он в движение вот этой педали. Нажал, вот так нажал. Подсыпал. И тепловоз уже не буксует. Гребят всеми шести мостами. Ну, здесь даже есть вот такой молоток. Самое интересное, от ВАЗ-06 примутили здесь подушки, которые под двигатель должны быть. Ну, на них вот так вот держится ящик. Очень интересно. Вот такой вот монстр. Вот, хорошо, что у дяди Олежа есть много подписчиков. Вот, встретил меня Вадим. Все вы его знаете. Он на рации там, на мотоциклетке. На Яве, да, ты там? Да, Вадим, Минск. Всем привет к каналу Олегу Нестеру. И рации тоже. Да, и зала рации. Из города Минска. Да, едем. Сейчас вот с дядем Олежем едем по центру города практически, вот с вокзала. Сейчас поедем там в Альфаград, нам надо заехать. На поезде покатались! Да, без вопросов, как и обещали. Даже встретили. Сразу карету прям. Да, карету прямо у вокзала. Поезду подошли, подъехали, подвезли, прокатились по станции. Доехали до Депо. Ну и зима. Зима выглядит, конечно, все не особо весело. Снега, конечно, здесь побольше, чем в Бресте. Но Брест все-таки немножко повеселее. Как-то по цветов там побольше. Радостно. Ну, может быть, просто я привык больше к Бресту. Но мне кажется, там красок побольше. Беларусь вообще удивительная страна и богатейшая. Здесь даже в гастрономах у нас в свободной продаже можно приобрести вот такие вот паровозы. По субботам здесь скидки на паровозы. Вот в этом гастрономе электровозы есть. Что хочешь, на любителя. Или мы здесь вот тест-драк еще одного автомобиля сделаем. Ну, очень полноприводный автомобиль. Еще, смотрю, решеточка даже, да? Да, еще. Своя. 60-х годов машина Бреста. Крыша. Кабри. У меня на пассажере что такое? У меня как уже как склад. Кабри, не, нормальная машина, шутка. Это чисто рабочий такой у нас деревенский вариант. Супер. Все работает, все заводится. Просто супер. Даже и заводится. Да, без заводится. Обалдеть. 20 лет стояло.